Приветствую, дорогие друзья! Пусть вас Бог благословит! То, что вы заказываете у Бога, это и ожидайте. А не так, что пришли, заказали и ушли. А, все равно не даст. Прежде чем я буду говорить, проповедовать, я хотел бы очень одну деталь уточнить, как бы показать, что часто мы имеем искаженное представление о Боге. Внутри, внутри нашем. Мы имеем искаженное представление о Боге. Мы неполноценно его воспринимаем. И, молясь Богу, имея искаженное представление о Нем, не будет результата. Будет замешательство. Мы не будем иметь ответ на молитву. Я вам скажу такой пример. Если я прихожу к Богу с нуждой и говорю Ему, открывая свою нужду, и заранее знаю, что Он мне не ответит, потому что Ему все равно вообще-то до меня, а это уже искаженное представление, то именно так и произойдет. Бог не сможет ответить на мою нужду. Чтобы нам в какой-то области просить Бога, например, в области исцеления, тебе нужно сначала получить откровение. Понятно, если у тебя очень сильно болит, ты просто уже не можешь от боли никак. Ты можешь говорить, Господи, помоги, исцели меня просто прямо сейчас. Но если и Бог может тебе сделать исключение, Он может от твоего... Ему даже не надо знать, чтобы ты знал определенные знания в области исцеления. Он может тебя коснуться. Но если ты верующий, тебе необходимо возрастать. Это означает, тебе необходимо изучать Слово Божье. И если тебя интересует вопрос здоровья, тебе нужно изучать в Библии, что Бог говорит о здоровье, и получать правильные знания. И видеть Бога как врача, как твоего целителя. Тебе нужно полностью удостовериться, что Бог точно хочет исцелить тебя, и Он это уже сделал две тысячи лет назад. Если ты приходишь к Богу с верою, имея правильную информацию и правильное отношение, ничто не останется неотвеченным. Сто процентов твоя нужда будет покрыта. Так же и в любой области. Но из-за неправильного образа Бога внутри нас, мы просим Бога и не знаем, ответит, не ответит. Это говорит о том, что неправильно создан образ в твоем разуме. И ты вроде бы, молясь Отцу Небесному, вроде бы ты молишься Иисусу Христу, но тот, кто внутри в твоем воображении, это не Иисус Христос, это идол. И как бы Иисус говорит, ну слушай, это не я, ты сейчас не мне молишься. Ты назвал имя мое и мою функцию, да, Иисус Христос, Иисус помазанный. А молишься сейчас вот этому образу, в который тебе внутри, поэтому ответ на молитву не придет. И поэтому, чтобы нам иметь, помните, как сотник, он увидел у Иисуса власть, он увидел, что все происходит только благодаря тому, что он говорит дистанционно, близко, неважно как. Главное, что Иисус говорит, если он сказал, точно происходит. И сотник это заметил, понял, что Иисус это власть имеющий. И тогда он обратился к нему. У него был правильный образ Иисуса. И он обратился к Иисусу внутри, имея правильный образ его, что он всемогущий, что он скажет, это подчинится ему. И когда он Иисусу сказал, скажи только слово, он уже имел такую веру, он вообще не сомневался, что кто-то может сказать нет, проблема может сказать нет. Нет. Иисус так обрадовался. Он говорит, вот, обратите внимание. То есть, почему это записано в Библии? Потому что Иисус сказал, обратите внимание, как вам нужно ко мне относиться, с почтением, понять, кто я. И когда ты имеешь правильный образ Бога внутри себя и обращаешься, жди ответ. Сто процентов будет ответ. Но если ты представляешь Бога злым, Бога жадным, Бога, знаете, таким бессердечным, что он не может вникнуть в то, все, ты не получишь ничего от Него. Потому что ты не Богу молишься, ты молишься этому идолу внутреннему. Внутри тебя ты молишься идолу. И знаете, мы верим, каждый мы верим в того Бога, которого мы себе представляем. Вроде бы мы все, почти вся Европа верит в Иисуса Христа, слышали об Иисусе. Нет. У каждого свой Иисус. У кого-то он беспомощный, у кого-то он до сих пор на кресте. Только у некоторых он царь, царей, Господь господствующих, он на троне. Последнее, что мы слышали об Иисусе. Что из Библии? Кто помнит последнее? Кто может напомнить, что мы слышали об Иисусе? Что он вознесся на небеса, аллилуйя, и воссел одесную Бога. Все. Он воссел одесную Богу, он живой, и он воссел, это означает на троне. Значит, он царь. Все. Он не на кресте сейчас. Он сейчас не платит за грехи. Он уже это все сделал. И теперь он власть имеющий. Аллилуйя. Вот пусть правильный образ закладывается в вас, чтобы вы правильно представляли себе Бога. А то из всемогущего Бога очень легко сделать беспомощного. Очень легко. Просто исказить его. Дьявол этому рад. Это его штучки. Это его задача. Перемешать все внутри себя. Сказать, что Бог не хочет тебе дать. Бог не хочет тебя исцелить. Бог не хочет тебя благословить. Бог призвал, чтобы ты страдал, страдал, страдал. И был бомжом. Где мы видим такое в Библии? Мы же не видим, что Иисус, что Бог вначале сотворил одного бомжа, и потом подослал ему вторую бомжиху. Мы видим, что он создал Адама, красиво, по образу своему. И там было все. Там было все чудесно, все прекрасно. И еще улучшил его условия. Послал ему супругу. И они любили друг друга. Вот идеал. Что плохого? Я ничего плохого там не вижу. Поэтому, когда мы от начала начинаем изучать сердце Бога, его характер, мы видим совершенно истинного Бога. Откуда мы знаем? Из Слова Божьего. Аллилуйя. Итак, тема проповеди будет называться «Поклоняйся и служи». Поклонение является самой сильной частью жизни верующего. Иисус говорит, «Вы, когда молитесь, ты, когда молишься». Он не говорит «вы», он лично к каждому обращается. Ты, когда молишься, Богу важно, как ты молишься. Он говорит, «Когда ты входишь в комнату, закрой ее». Эта комната не физическая, она не бетонная. Эта комната находится внутри нас. Это дух человека. Закрой дверь, означает отключись от этого мира. Даже, знаете, ночью мы спим, мы отключаемся от всякой суеты, от всяких дел. Чтобы тело отдохнуло, чтобы оно приняло силы. Нам нужно отключиться от всего. Поэтому мы вырубаемся и просто ничего не делаем. Просто отдыхаем. И вы знаете, в молитве Господь так же говорит, ничего сейчас не делай. А мы же так не умеем. Нам же и то надо, и сходить куда-то надо, и что-то сделать, и что-то сказать, и позвонить, и посмотреть в телефон, и надо. Господь говорит, когда ты входишь в комнату, когда, другими словами, когда ты встречаешься с Богом, отсоединяйся от этого мира. На это время отсоединяйся, блокируй себя для всех душевных мыслей. Эти мысли еще могут, знаете, по накатанной бегать и кричать внутри. Но отсоединяйся, успокаивайся, переключайся. Закрыл дверь, значит, никто не входит туда. И дальше Иисус что говорил? И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Вы знаете, есть тайное, есть явное. Также в поклонении. Поклонение – это тайное. Ты не делаешь это у всех на виду. Есть личное поклонение, когда я лично, никто не видит, я поклоняюсь Отцу, я с ним общаюсь, я восхищаюсь им, я задаю вопросы, я интересуюсь, я получаю откровение, это все относится к поклонению. Но есть коллективно, когда мы всей церковью, все вместе прославляем Бога. Почему вот мы начинаем наше собрание с прославления? Потому что мы отдаем Богу, мы отдаем хвалу, мы отдаем любовь, мы говорим Ему, как Он дорог для нас, что мы понимаем, что Он висел на кресте, платил за наши грехи, чтобы мы жили новой жизнью. Мы это просто благодарим Его за это в песнях. Мы открываем свое сердце и опустошаем его. И когда я сердце опустошил во время прославления, я пустой сажусь на стул и теперь с открытым сердцем слушаю, что же Бог ко мне будет говорить теперь. Потому что поклонение – это любовь, это взаимоотношения. Если есть любовь, есть и плоды. Если в этой области поклонения у верующего будет порядок и будет дисциплина, то все остальное будет в порядке и благословенно. Если в жизни верующего будет качественное поклонение, а поклонение – это дисциплина. Иисус всегда был дисциплинирован. Он не жил, знаете, просто я плыву по реке, по течению, куда принесет, значит, Божья воля, значит, чтобы я там остановился. Такого не было. У Иисуса не было хаоса в жизни. У Него был порядок. Он знал, что делать. Почему? Потому что общаясь с Отцом, восхищаясь им, проводя с Ним время, знаете, ты проводишь время с Богом, это поклонение. И ты, например, вдруг ты начинаешь видеть какие-то новые вещи в Боге тебе открываются, и ты говоришь «Вау!» И ты восхищаешься. Многие восхищаются машинами, делают такие машины, шедевры, и люди восхищаются, они смотрят, они смотрят на эту машину, говорят «Вау!» А потом они видят через несколько лет эту машину усовершенствованную. И они говорят «Вау!» Этого не может быть! Понимаете? А это всего лишь мир, это всего лишь материальная вещь. Представьте. «Вау!» Так вот с Богом ты восхищаешься, а потом у тебя новый идет уровень познания Бога. Ты говоришь «Вау!» Еще лучше, еще лучше. Оказывается, я знал, что Бог добрый, я знал, что Он не злой, а тут я пережил такую доброту Божью, такую незаслуженную любовь. У меня просто шок, приятный шок. Я восхищаюсь Богом. И все, вот когда ты проходишь это с Богом, это и есть поклонение. Если не будет порядка в первой части поклонения, тогда в жизни будет хаос, будет неустройство и не будет благословения. Смотрите, написано, что Бог создал первых людей. И что Он сделал сразу после этого? Что Он им сказал? Он благословил их. Он их создал и благословил их. Важно иметь в жизни свои Божьи благословения. Понимаете? А не просто взял девчонку и живешь с девчонкой. Это не благословение, это проклятие. Бог должен благословить. Все должно быть правильно, все должно быть в порядке. Если ты хочешь иметь благословенное будущее, если ты хочешь иметь бардак в жизни, ну так живет весь мир. Поклоняйся и служи, принимай и отдавай. Послушай, когда в тебе это будет работать, наладится вот это, как двигатель, четко, ты принял, поделился, принял, поделился. У нас же есть это даже неудержимое желание заботиться о ком-то. В каждом человеке что-то кому-то дать, с кем-то поделиться, помочь. Представь, у тебя когда маленькая возможность, ты маленько можешь это сделать, ну просто потому что у тебя нет ресурсов. А представь, если к тебе привалило столько ресурсов, представь, у тебя дома, например, кастрюля на 20 литров борща, и ты один с женой, например. У тебя же проблема. Я же не могу вылить этот борщ. И ты начинаешь всех звать к себе. Придите, у меня еда, придите, просто пожалуйста, давайте покушаем. Вот так же само поклонник это богатейший человек. Он тебе покажет, он вывернет карманы, вывернет карманы свои, нет ничего. А ты же спросишь, а как же ты богатейший? А я имею царство Божье внутри, я распоряжаюсь карточкой Бога, мне Бог дал карточку безлимитную, теперь я могу обналичивать любое чудо, любую область человека я могу покрывать. Петр так и сказал. У меня нету вот этого желтого металла, зачем оно тебе сейчас? Тебе желтый металл нужен, брат. Тебе кое-что лучше Бог приготовил. И он такой говорит, а то, что я имею, даю тебе. Знаете, так скажем, образно говоря, думаю, что бы достать? Что в карманах? Вот, салфетка. Петр так и говорит, желтого металла у меня нету, и серого металла. А то, что имею, даю тебе такое, берет, безлимитку достает, она реально безлимитная, просто безлимитная. Там нету даже цифр, просто безлимитная. Он просто берет такой, обналичивает так, раз, у этого ноги выпрыгнули. Петр что-то имел, он сказал, ничего у меня нету, а то, что имею, то даю тебе. А что имеет? Безлимитную карточку. Он имеет другими словами, царство Божие внутри себя, и уже распоряжается этим царством. не просто для себя наслаждается, как маленький ребенок. Он может жить в доме родителей, как бы по идее, все принадлежит ему, переписано на него, но он еще ничем не может управлять, он ребенок. Когда он повзрослел, вошел в права, все, он теперь понимает, кто он, может теперь этим имуществом управлять. Петр, он был так же, он был студентом, он ходил за Иисусом, помогал, делал все, что ему надо, что попросит Иисус. А потом Иисус такой уходя, говорит, не бойся малое стадо, я завещаю вам царство. И такой, образно говоря, дает ему безлимитку. Петр такой, знаете, это все духовно, ты ничего, физически нету у него ничего. Павел говорит, мы ничего не имеем, всех обогащаем. Павел, ты шутишь, ты прикалываешься, или что ты? Как можно обогатить, ничего не имея? Да просто. Пришел, помолился там, приплыл на остров, раз там человек исцелился, прозрел, и там помог, и там помог, и там помог. Почему? Обладатель царства Божьего не нуждается ни в чем, чтобы у него что-то было при себе. Так же самое, как президент. Вот идет президент, вы думаете, у него деньги с собой в чемоданах, у него там оружие, у него ничего нет, вы можете вывернуть пустые карманы, ручка может будет. А с чем обладает президент? Почти беспредельной властью. Он просто отдает приказ, скажет, это будет. Там скажет, запускай, запустят. Обрушиваем рынок, обрушится рынок. арестуйте, арестуют, освободите, освободят, ничего не имеет, посмотрите, человек, такой же, как вы, ничего не имеет, обладает всем, все это знают. Ты можешь стать таким, ты можешь стать поклонником Бога, и тебя поклонение будет погружать в глубину и мудрость Бога, и этим самым ты будешь просто вставать, становиться более богаче духовно, более богаче, и ты будешь осознавать, так я это все сам не съем, и мне этого уже ничего не надо. А Бог тебе такой говорит, слушай, посмотри, сколько беды вокруг тебя, сколько нуждающихся, даже верующих, просто благословляя. И ты такой, да с радостью, у меня уже так тяжело от этого, и этому, и этому, и ты начинаешь отдавать. Вот что такое служение, когда ты богат, и ты отдаешь, не от того, что ты сам вообще умираешь, ты даешь, Иисус давал запросто, он запросто все всем давал. Качественное служение, люди сегодня хотят служить, но не хотят поклоняться, хотят служить, и есть такие лошади рабочие, хотят прям для Бога что-то делать. Ты его узнал? Апостол Павел тоже был лошадью рабочей, просто арабским конем, в кавычках. Таким был вообще трудягой, а Бога-то не знал, а когда повстречался с Богом, он говорит, Боже, прости, я не знал, что, я думал, я тебе служу, а я тебя убиваю, я гоню тебя. Начинай поклоняться Богу, начинай, просто, просто, из-за любви, попроси Бога, чтобы Он дал тебе этот подарок, проявленный интерес к Богу. Послушайте, вам может быть скучно с Богом, может, вы внутри понимаете, да правда все, наверное, да скорее всего, к сожалению, правда, что говорится, но мне неинтересно. Да, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, да, и так себя вдохновляешь. Слушай, влюбленные, что дальше? Часов не наблюдают, будь влюблен в Бога, Бог благословит все области твоей жизни, Он сделает тебя богатым, богатым, что ты будешь служить людям, ты будешь давать, а что значит быть богатым, ты не сам разбогател, Бог доверит тебе свое царство, чтобы вынося оттуда ты распоряжался людям и благословлял их. Возможно ли это? Логично ли это? Это истина, Слово Божие так говорит. Это истина. Давид, что он имел? Что он накопил? Он накопил себя на царство? Нет, ему доверили царство. Он был деревенский парень. Ничего он не имел богатым, никаких, ничего не имел. Сердце имел. Сердце поклонника. Просто восхищался Богу, просто пел ему, просто упивался им, был захвачен им. И Бог не сможет мимо пройти таких людей. Он именно таких ищет. И что Библия говорит? Иоанна 4 главе. Поклоняющиеся Отцу должны поклоняться в Духе истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Он набирает себе в бригаду. Он набирает себе в семью. Он набирает, чтобы просто рядом с ним были люди, которые восхищаются им. Которые понимают его. Хоть чуть-чуть, но понимают уже. И смотри, если ты чуть-чуть начнешь понимать Бога, у тебя будет развитие. А если ты не понимаешь, у тебя нету платформы, где ты растешь. Тебе обязательно нужно встать на эту платформу, платформу, иметь вот это маленькое основание. И если основание, оно правильное, ты будешь, дом у тебя будет расти. Ты будешь понимать Бога больше, лучше, качественнее. Ты сможешь людям отвечать, Ты сможешь людям служить. Послушай, ты будешь счастлив. Когда ты служишь, ты любишь Бога, и ты служишь Ему, да ты счастлив от этого. Ты наслаждаешься жизнью. Ты не ждешь. Быстрее бы жизнь закончилась. О, быстрее бы на небо. Почему ты так говоришь? Тебе скучно, что ли, здесь? Ты же уже здесь с Богом. Ты же уже здесь поклоняешься. Ты здесь Его вкусил. Ты здесь с Ним. Тебе интересно. И послушай, не спеши на небеса. Да, я, например, сейчас бы тоже хотел бы прямо сейчас уйти на небеса. Вот. А не спеши. Почему? В тебе нуждаются окружающие. Очень сильно нуждаются. Представьте, у ребенка забрать родителей. Как он будет жить? Будет брошен. Так же и здесь. Ты, может, для кого-то родитель. Может, ты это не осознаешь еще. Может, ты будущий родитель. Тебе будет, будет доверен о ком-то заботиться. А ты такой, ой, быстрее бы уйти от всех проблем. А если ты по-другому посмотришь и скажешь, Господь, а так классно оказывается жить с Тобою, служить Тебе, помогать людям. Иногда ты думаешь, да я помог бы. Да нечего дать. Дать нечего. Вот представьте, Иисус никогда руками не разводил, не говорил так. Вышел такой с утра, весь народ собрался в храме, Иисус такой, ничего нету, нету сегодня ничего, идите, идите по домам, в следующий раз приходите, может быть, я получу, что ли. Нет. Да Иисус просто, ему необходимо было идти на гору, потому что завтра утром весь народ придет к нему. Луки 21, 38. И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Иисус знает, что весь народ придет. Ему же надо что-то дать, он тогда шел к отцу, он просто знал, что если он, вы знаете, повар, ничего не приготовил, а люди-то придут в этот ресторан, люди придут, и представьте, пусто, но при лавках пусто, ты привык ходить туда и кушать, а там пусто. Иисус как повар знает, о, детки придут, их надо покормить. И он пошел к отцу, и, конечно, не только из-за этого он шел к отцу, он любил отца, но знал, что что-то отец сегодня новое приготовил, что-то свежее, что-то вкусное. Это так поможет людям. Представьте, вот просто представьте, написано, весь народ, весь народ, соберите, весь народ. Сделайте так, чтобы завтра утром под ваши окна пришел весь народ. к Иисусу приходили, потому что он был божественный, он проводил время с Богом, проводи время с Богом, хоть как, но проводи его с ним, просто сядь и думай, это уже ты по направлению к Богу движешься, просто задавай вопросы какие-нибудь, просто начинай молиться, разговаривай и говори, Дух Святой, вообще не понимаю Бога, сколько лет, думал, что верю, думал, что все хорошо знаю, а прихожу к такому заключению, что оказывается, Бог намного больше, чем я представлял себе. Это намного обширнее, это тот океан, из которого невозможно выкачать. Начинай разговаривать, начинай петь, начинай славить Его. Даже если у тебя есть определенная проблема и нужда в жизни, когда ты начинаешь прославлять Бога, ты аннулируешь эту проблему, ты веруешь, аннулируешь ее, и ей действительно будет ноль, из нее ничего не останется, какая бы эта область ни была, решится эта проблема. Искренне начинай поклоняться Богу, попроси, чтобы Бог сделал это чудо, чтобы ты из пассивного верующего, такого безразличного, перерос горячего, заинтересованного, чтобы Бог был на первом месте в твоей жизни, чтобы ты действительно мог потом выдавать такие вещи. Поговорив с тобой, люди бы вообще удивлялись и говорили, откуда такая мудрость, откуда у него это, откуда? Бог это хочет дать тебе. Откуда? Оттуда. Побыл там, и вот вынес вам. Как раньше, в Советском Союзе, у кого родители, отцы ходили в море, привозили такие вещи, и все сбегались, смотрели на эти жвачки, на эти кроссовки, на какие-то магнитофоны, я не знаю, что, из-за границы. Ты можешь так ходить на небеса, и приносить заграничные вещи. Сейчас, поверьте, такой век, ничем ты никого не удивишь. Ну, купил ты айфон себе, посмотрят, ну, и что? Купил себе арпоц, чтобы все увидели арпоцы. Ну, маленьких детей удивишь. И что? Ну, купил ты. И что дальше? Представь, даже сейчас, в век технологий, ты можешь ходить за границу, духовную границу переходить, и оттуда выносить такие вещи, что людей это будет шарашить просто. Они будут удивляться. И Бог? Хочет это не кому-то дать, одному или двум. Он хочет тебе это дать, дорогой друг. Он хочет дать тебе это. А как Он тебе может это передать? Только во время поклонения, когда ты приходишь к Нему, такой, какой ты есть. И твоя цель – познать Бога и прославить Его. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok